Образовательная реформа может стать помехой на пути Украины в Европу. Венгрия намерена блокировать евроинтеграцию Киева, даже если Венецианская комиссия одобрит украинский закон об образовании. Такие выводы можно сделать, исходя из речи венгерского премьера Виктора Орбана. Он впервые за два месяца прокомментировал новшества украинского образования. Елена Абрамович продолжит. Блокируют заседание комиссии Украина-НАТО и грозят пересмотром соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Представители Венгрии и Брюсселе как могут тормозят евроинтеграцию Украины. Все из-за закона об образовании, в соответствии с которым школы на сменшинств в Украине постепенно переведут на украинский язык обучения. Будапешт считает документ дискриминационным. Киев отправил его на анализ независимому органу Венецианской комиссии. Угорщина, очевидно, мала бы взяти до уваги висновки Венецианской комиссии. Угорщина является частью Рады Европы, Угорщина является членом Европейского Союза, членом НАТО и так далее. Поэтому, на выяснение одного из органов Рады Европы, я уверена, что она должна быть серьезной силой для Угорщины. Но венгерский премьер Виктор Орбан заявил, беседа о международных стандартах защиты прав на сменшинств это бесполезная. И философски неоднозначная дискуссия. Он будет апеллировать к другим пунктам западных законов. Европейский Союз твердо придерживается заявления о том, что уровень прав меньшинств, которые уже достигнут, нельзя снижать ни по какой причине. Неоспоримым фактом является то, что новый закон Украины об образовании предусматривает снижение такого уровня по сравнению с предыдущей ситуацией. Раздражают Венгрию и другие законодательные инициативы Украины о гражданстве, о языках и о возвращении церковного имущества, перечислил Орбан. И заверил, новая волна непонимания между странами в случае принятия таких законов неизбежна.